МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Героиня нашей истории Вике в январе исполнилось 15 лет. Удивительную роль в ее жизни сыграл Центр Пилигрим. Именно здесь она избавилась от вредных привычек и обрела смысл жизни. Вот ее история. Тут я живу. Наша комната 29-я, где мы живем. Вот тут я сплю. Тут мои полки. Тут всякое у меня барахлое лежит. Тут мои вещи. Вот тут я все время смотрю за себя в зеркало. Я сюда попала из-за своей дурости, из-за того, что связалась с плохой компанией. Пила, курила, не жила дома, ругалась с мамой. Уходила часто из дома, жила под друзьям. Перебивалась с места на место. Порой смирилась с мамой, приходила домой, жила. Потом снова звонили друзья. Выходи, давай пойдем туда, погуляем. Говорила маме, сейчас на две минутки. Да, да, конечно. И уходила в отрыв. Она не ночевала дома, уходила с уроков, выпивала алкогольные напитки. И уже обратившись ко мне со службы, начальник нашей живтневой службы сказал, что другого просто пути он не видит. Уже они пытались и беседовать, уже и плеяда психологов с ней проводила работу. И она в милиции бывала неоднократно, ничего не помогает. Перед летом, в конце весны, я связалась с не очень хорошей компанией. Последнюю неделю, перед последним звонком, я вообще прогуливала школу. Не жила дома. Все время эти запои. Какой-то, ну, на утро этот подум, пить хочется, как-то так. И все лето напролет, я то пару дней дома, то неделю у меня запой всякое такое. Ну, не очень приятное состояние тогда были. Хотелось, конечно, поменять свою жизнь, но мама тоже не знала, как со мной справляться. Я приходила домой, просила прощения у мамы. Потом снова звонок. Выходи. Все, мам, я на две минуты. Угу. Ужух. Ушла в отрыв. И тогда мама обратилась к нам. Одинокая мама воспитывает Викторию. И было, конечно, трудно начинать работать. Виктория была очень закрытая, что сейчас удивляет тех людей, которые с ней общаются. Она была очень закрытая. Она не шла на контакт. Попала я в пилигрим вот недавно, вот в конце октября месяца того года. Ну, мне тут нравится, тут хорошо. Тут не обижают. Тут нет таких привычек, которые были раньше на улице. Тут курить запрещено. Пить уж так тем более. Ну, мы тут читаем Библию, увлекаемся Словом Божиим. Делаем все так, как Господь Бог говорил. Стараемся придерживаться всех его заповедей. Вика стала меняться. Стал меняться ее взгляд. Ее раньше она смотрела только из-под лобья и бросала отдельные резкие фразы. То теперь это в настоящее время тот, кто с ней общается, видит открытую девушку с прямым взглядом, с интересами, с широким кругом интересов достаточно. Она увлекается и театром, она и рукоделием. Она и решила учебу подтянуть. Это ее собственное решение. До этого у нее были серьезные проблемы в учебе и неизвестно, чем бы это закончилось. В настоящее время это человек полный позитива, полный надежд, взглядов на будущее. И что самое для нас, вот то, что мы видим, конечно же, она освободилась от своих зависимостей алкогольной, табакокурения. Она уже не планирует уйти на улицу, с кем-то пересекаться там в своей жизни, с молодыми людьми, как это бывало раньше. И что для нас тоже является серьезной победой, что Виктория наладила отношения с мамой. Ну, просто я сейчас вот понимаю, что Господь нам дал просто прекрасную жизнь, которую мы должны прожить рядом с Ним. А дьявол, он только наоборот усложняет ее. Эти алкоголь, наркотики, курение. Это просто ужасно. Я вот не понимаю сейчас, вот как я сама вообще опустилась до такого, как говорится, ниже плинтуса опустилась. Ну, мне очень стыдно за то, что я совершала раньше. Те люди, которые мне помогали тут, это воспитатели наши. Там, дядя Вика, дядя Вася, дядя Саня, дядя Андрей, еще один наш воспитатель, дядя Саша. Они помогли нам. Ну, конечно же, не обошлось без служений и молодежек. Ну, конечно же, большое спасибо хочется сказать пастору нашему, Геннадию. Ведь это он создал пилигрим для детей таких, как мы. Я хочу тут закончить девятый класс, как говорится, на отлично. Потом я поеду учиться к бабушке в Харьков. Хочу закончить там десятый, единственный класс. Ну, если получится попасть в университет. Ну, хочу вообще стать флористом. Ну, по-русски, агроном. Я вот вижу, что некоторых запасов круп в нашей стране мало. Некоторые овощи, фрукты, они дорогие просто. Некоторые, там, допустим, старики, у которых пенсия максимум тысяча, а может, у некоторых даже меньше. Они просто не могут себе позволить там какие-то дорогие крупы. Им надо хотя бы заплатить коммуналку. А коммуналка-то уходит вот так, вот просто их пол их суммы. А им надо же месяц на месяц еще что-нибудь жить, как-то питаться. Просто хочется помочь нашей стране аграрно. Хоть как-нибудь сделать больше, там, найти места, где можно больше посеять. Ну, поднимать, в общем, аграрное дело в Украине. Восемь лет посмотрела мультик «Би Муи». Влюбилась в эту профессию. Вообще, мне очень нравятся цветы, но флориста – это больше зарубежная. И цветов вообще во всем мире очень много. Но лучше, конечно же, поднимать аграрное дело, как мне кажется. Вот этого зайца я нашла в подвале нашем, в Пилигримовском, когда мы играли на музыкальных инструментах. Я увидела этого зайца, говорю, «Дед Саня, такой мягкий». Он говорит, «Тебе нравится?» «Ага». Говорит, «Ну, забирай». Говорит, «О, круто, буду, значит, на нее спать». И вот такие длинные уши, шикаренный, мягкий. Вот эта игрушка мне попалась в подарки, когда 17 января, когда у нашей воспитательницы был день рождения. Тетейка тоже ее зовут. Она очень хорошая. Одновременно, как можно так сказать, праздновались два день рождения двух Викторий. Мою и тетейкина. Вот эту игрушку мне подарили люди, которые к нам приезжали из Закарпатья. Как раз 15 января, когда у меня был день рождения, и подарили мне ее. Вот. Совпадение такое. Она такой хорошенький, добренький, милый. И все время с ним сплю. Это моя самая-самая любимая игрушка. Пилик – это пилигрим, а мы называемся просто пилики. По-любому надо же поступать с людьми так же, как и ты хочешь, чтобы вы поступали. Если ты хочешь, чтобы тебе, допустим, давали уроки списывать, то и ты давай списывать. Тебя о чем-то попросили, значит, и ты потом можешь о чем-то попросить, исполни я тоже твою же просьбу. Ну, самое главное – это не обижать своих родных и близких, ведь они тоже могут когда-нибудь от тебя отвернуться. Мама меня забирает на выходные домой, мы хорошо с ней ладим. Вот. В это воскресенье меня забирало, мы с мамой вместе готовили кушать, потом вместе собирали пазлы. Это мама на хобби, она очень их любит. Вот. И потом посидели тоже общались, пили чай с плюшками, а потом поехали назад сюда. Мам, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за то, что ты в корень изменила мою жизнь, что ты меня сюда отдала на реабилитацию. Я тебе очень сильно благодарна. Мам, если бы не ты, то не было меня. Спасибо тебе за это все, мам. Я тебя очень сильно-сильно люблю. Мы надеемся, что у нее все сложится и что в дальнейшем она уже не ступит на прежний путь, на путь поражения, на путь уныния, на путь зависимости. И мы ей желаем только добра. Конечно, мы рады, что так произошло. В республике Пилигрим за годы деятельности прошло больше трех с половиной тысяч детей, самой сложной социальной категории. И мы видели огромное количество историй, как дети с очень сложными сюжетами. Они разворачивали жизнь в направлении добра, нормализации отношений. Кто-то с семьей, кто-то с обществом, кто-то с законом, заканчивали с преступностью, с наркотиками. Поэтому я рад видеть еще одну судьбу, в жизни которой идут хорошие, добрые перемены. Любовь благотерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится и не бесчистствует. Не ищет своего, не раздражается. Не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, всего переносит. Любовь никогда не перестает. Я думаю, что Вика обязательно станет хорошим агрономом. И еще будет помогать людям, попавшим в беду. Потому что когда-то помогли ей. Ведь это очень важно, помочь человеку в необходимые, нужные минуты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.